НТВ Плюс Ненастный день, как сегодня Но мы вам предлагаем следующий Устроиться поудобнее на диване И посмотреть вместе с нами Турнир по художественной гимнастике Это гран-при, который проходит в Берлине Вместе с вами наблюдать за этим турниром Будет заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева Здравствуйте И комментатор НТВ Плюс Наталья Покуева В двух словах об этом турнире Когда-то в этом городе Проводился ежегодно Финал серии гран-при Но сейчас это всего лишь этап Почему так случилось? Ну, наверное, есть на это какие-то причины Но финал мы с вами Увидим позже Состоится он В 16-17 числах Ноября В Австрии, в Инсбруке А это Завершающий этап турнира Что касается участниц То Ну, надо сказать, что самые звездные Практически все самые звездные девушки сюда приехали Ольга Капранова наша и Вера Сесина Вот только Анна Бессонова не приехала Вот и стройки Последних призеров чемпионата мира А в остальном, конечно, участниц немного Всего лишь их здесь 12 И две гимнастки выступали вне конкурса Две немецкие молоденькие девочки На травах организаторов турнира Результаты предыдущего дня соревнований Предыдущий день проходила квалификация Выиграла ее наша Ольга Капранова На втором месте оказалась Вера Сесина И тоже российский гимнаст И на третьем Алия Гараева из Азербайджана Далее Ирина Ризансен, Израиль Алия Юсупова, Казахстан Наталья Гудунко, Украина Динара Гематова, Азербайджан Анна Гурбанова, Азербайджан Нета Ривкин, Израиль Майя Зайнулина, Казахстан Александра Мартинек, Канада И Лиза Восс, Нидерланды Вот и весь список участниц Красивый проезд был по нашей сборной групповых упражнениях Это команда, действующая чемпионка мира И также эта команда на последнем чемпионате Завоевала две золотые медали в отдельных видах Сюда наши девушки-групповички приехали с тем, чтобы выступить в показательных выступлениях Вот такой вот милый турнир Домашний даже, можно сказать Какой-то острой конкуренции, наверное, не будет Но зато можно получать эстетическое удовольствие Удовольствие от всего, что будет здесь происходить Леся Анутяшева на таком турнире На подобном турнире выступала в своей карьере Мы это тоже могли видеть в наших трансляциях на этого плюс Поэтому я, Леся Анутяшева, прошу тебя поделиться впечатлениями Какие у тебя остались? Что там за атмосфера? Что за зал? Зал очень страшный на самом деле Это вот такая красивая картинка сейчас Он очень темный И ты готовишься совершенно в другом зале Ты готовишься в таком маленьком предбаннике В котором ты практически не можешь ни бросить предмет Ни проверить какие-то элементы свои бросковые Можешь только делать повороты, равновесие Потом переходишь по лестницам многочисленным Вот в основной зал Там готовишься за ширмой В которой тоже ничего не видно И только перед своим выступлением выходишь на свет, как говорится Ну, сложно Сложное соревнование И когда-то в этом зале Витриченко, Лена, выиграла чемпионат мира Я же выиграла Кубок мира Это был финал, как раз о котором поговорила Что здесь проходило финальное соревнование Но сейчас действительно такая семейная обстановка Дружеская Вот, и будем сейчас смотреть, наблюдать за девочками Хотя они очень устали уже, как они мне говорят Они уже мечтают отдохнуть Но турнир же за турниром А что еще говорят? Какие ощущения от выступлений непосредственно на этих соревнованиях? Ну, они так и сказали, что семейные соревнования Они сейчас проверяют полностью свою программу Что менять, что не менять Приехали сюда без тренеров Без Зарин Санны Виннер И без Веры Николаевны Шаталиной Они выходят с Шатковой, Вероникой Борисовной И с Натальей Македоновой, с Арбулиной Поэтому такая обстановка действительно спокойная И как контрольная тренировка проверить самих себя И еще раз Продолжение следует... И снова здравствуйте Остается несколько минут до того момента Как мы с вами начнем смотреть соревнования по художественной гимнастике Очередной и заключительный этап серии Гран-при Мы с вами смотрим этап Гран-при по художественной гимнастике Из Берлина, которая называется Берлин Мастерс Восстановилась у нас картинка Мы можем видеть уже оценку Алии Гараевой Которая только что выступила со скакалкой И дальше продолжаем следить за финалом со скакалкой Сейчас на площадку выходит Алия Юсупова из Казахстана А вот следующая будет наша Вера Сейсина Это я так чуть-чуть анонсирую И вообще впереди еще, кроме этого, еще шесть выступлений Поэтому все самое интересное впереди Алия Юсупова Далеко полетел фрагмент, точнее говоря, наоборот Не полетел, остался на месте Пришлось сделать шаг, чтобы его поймать Дружочек Видно уже, что устали девочки Но должна сказать, что Алия Юсупова сейчас выступает увереннее Несмотря на эти маленькие недочеты Чем на чемпионате мира Который проходил недавно Будем надеяться, что к Олимпиаде придет Первый, окончательно, свою Вот на том самом чемпионате мира О котором только что упомянула Илья Юсупова Илья Юсупова заняла шестое место в абсолютном первенстве Результат очень хороший Повод для гордости, можно даже так сказать А тут, конечно, степень ответственности другая И атмосфера такая очень спокойная Так что, конечно, даже на такие ошибки, наверное, особого внимания гимнастки не обращают Как мы говорим, что такие турниры нужны для отработки тех элементов Которые были выброшены на каких-то стартах То есть вот что-то не отработано Ты просто выбрасываешь на основных стартах И пока не делаешь И вот у Алии видно в программе Что вставлено много новых каких-то находочек, элементов И пока они не совсем получаются 17,650% Второе место и двух Ну и вот та самая Вера Сейсина Очень хорошо выступила Вера В том же самом чемпионате мира Взяла две золотые медали В отдельных видах И в абсолютном первенстве серебро взяла Вера Но какое серебро, надо сказать В очень красивой борьбе И практически без ошибок она провела многоборье Да, ну вот удивительно Две гимнастки из сборной России Плотно конкурируют Ольга Капранова и Вера Сейсина И почему-то вот в таких каких-то ответственных моментах В моментах всегда Вера выходит стабильнее Да, но на каких-то таких промежуточных стартах Выше оказывается Ольга Капранова Ну так вот, по крайней мере По последним наблюдениям И вот здесь как раз многоборье И квалификацию выиграла Оля Капранова Но если вспомнить чемпионат мира То предварительное соревнование Оля Капранова тоже выиграла Но в многоборье, как сказала Вильнер Выступала совершенно другая гимнастка Она пыталась вылезти из кожи И показать всем, что она лучше всех И у нее были эти нелепые ошибки Вот, а сейчас нервы уже успокоились, видимо Как бы она, каждое соревнование, каждое соревнование Это уже опыт лишний раз Контролировать свои эмоции, психику и так далее Я думаю, что главное не перегореть, девочка Самый главный старт, это все-таки Олимпийские игры Ну очень достойно, Вера Капранова А у Веры ты отметила на упражнение Какие-то новые элементы? Я отметила просто Что она смелее идет на каждый элемент Она просто есть такое качество у Веры Она медлит перед каким-то вот сложным элементом То есть замедляет темп А сейчас все вот так быстро-быстро Да, да Но Вера на чемпионате мира ничего не убирали Они из программы И вот эту сложную связку тоже оставили Хотя у нее не получалось она Вот этот бросок, да? В концовке с ловлей ногой Ну у Веры очень сложное упражнение Сложнее многих Ну это, наверное, та ситуация, когда усложнять не имеет смысла Уже некуда просто Наверное, имеет смысл работать как раз над чистотой исполнения Потому что сложности так достойны первого номера В мировом рейтинге 18,60 Очень хорошая составляющая 9,3, 9,2 За исполнение 9,350 Новую гимнастку мы с вами здесь увидим Это Нета Рифкин из Израиля Как можно догадаться Второй номер израильской сборной Очень успешно уступала на чемпионате мира Лучшая гимнастка Израиля Ирина Ризанс У нее седьмое место Мы ее увидим чуть позже Ну а вот сейчас давайте познакомимся Что там в резерве сборной Израиля Еще очень по школьному работают Такие, да, конечно, немножко детские что ли элементы Вот эти приставления ног после каждого элемента С нами тоже боролись, когда мы переходили из юниорской программы в мастера Вот приставления ножек перед каждым элементом и после Очень, конечно, умилительно, но режет глаз В общем, девочки аккуратные, хорошие Да, чем-то похожи на Иру Ризанс Ира тоже так вот как-то сказала Немножко по школьному работает до сих пор Хотя, конечно, программа у нее посложнее Ну что ж, очень приятно Нета Рифкин Будем знакомы Будем наблюдать Еще мы увидим эту гимнастку сегодня В скольких финалах Еще в двух финалах Вообще, по результатам Здесь должна была выступать Динара Гематова Но поскольку Азербайджан на этом турнире представлен аж тремя гимнастками То Динару просто не допустили Поскольку всего может в финалах выступать только две представительницы от одной страны Это очень обидно, когда четыре или три гимнастки имеют шансы И кто-то из них должен просто сидеть на скамейке запасных Особенно вот у нас в российской команде Четыре-пять гимнасток, которые каждая может показать и выйти на первое место Но наступают только две всегда Ну да, таков вот регламент Ольга Капранова выходит на площадку Как мы уже говорили Лидер квалификации И абсолютная уверенность на этом турнире Абсолютная чемпионка мира 2005 года И бронзовый призер последнего турнира в Патрах Лидер квалификации Капранова выходит на площадку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сложное упражнение, и все выполнила. Молодец. Она так прям собралась после чемпионата мира, выиграла в Японии клубные мировые соревнования. И сейчас тоже очень хорошо выступает. Иногда бывает полезно, наверное, такая встряска. Немножечко где-то перенервничать и проиграть, чтобы затем по-другому посмотреть на свою подготовку. Да, у Оли был момент, просто перегорело, и потом вдруг неожиданное желание просто доказать всем и вылезти из себя. Но она же выиграла два отдельных уже вида, и как бы у нее была такая уверенность, что вот сейчас многоборье. Но бывает неожиданности. Оценка выше, чем у Веры Сессины, и за исполнение вообще балл 9,5. 18,8 в итоге. Первый результат у Ольги Капрановой из кокалки. Смотрим соревнования дальше. Вот это тот самый первый номер сборной Израиля. А дальше еще у нас два выступления. Это будет Анна Гурубанова из Азербайджана и украинка Наталья Гадунко. Раз уж мы коснулись темы того самого клубного чемпионата мира, расскажу вам вкратце результаты, поскольку это произошло за то время, что мы с вами не виделись и не слышались. Выиграла там Ольга Капранова, на втором месте была Вера Сессина, на третьем Анна Бессонова. Вот такие результаты. На этом турнире Ирина Ризенсон заняла четвертое место, в самом первом месте. Отчасти, конечно, ввиду отсутствия конкуренции, но отчасти потому, что эта гимнастка очень стабильно выступает на всех турнирах, очень чисто. Пусть демонстрирует и не самую сложную программу, но свое дело знает Круга. «Крюса и Арина Р souffликарников» «Крюса и Аверсто 2016-99-25-45-45-40- Sold Además Tribes Center» «Крюса и Крюса и Крюса и К masel » опытная, но суета в упражнении еще есть. Особенно после Ольги Капрановой, у которой выдержаны и выкручены каждый элемент, и все вытекает из один в другой элемент, то тут, конечно, видно суета еще немножко. Нет какой-то законченности, да, в композиции. Вот то, что мы как раз отмечали в упражнении ее соотечественницы, что каждый элемент отделяется такой точкой. То есть нет такого ощущения, что один вытекает из другого, то он выходит, что в композиции просто пока набор элементов. Да, но она прогрессирует сейчас конкретно по сложности, по элементам, то есть все делает ровненько, как говорится, по карточке, не завышая себе никаких баллов, делает то, что у нее написано. Но вот будем надеяться, что уже будет в более женственной и будет работать над этим, потому что уже пора ей. Да, уверенность уже есть, уже даже и имя есть мировое, несмотря на то, что недавно она появилась на международной арене. Да, пора уже действительно вот расти в мастерстве, в классе, показывать немножко другой уровень гимнастики. Пятое место в этом упражнении. В Азербайджане тоже внутренняя конкуренция такая интересная получилась. На чемпионате мира всех опередила Динара Гематова, да, то есть она сумела собраться на самом ответственном турнире. Алия Гараева, а потом Динара Гематова. Ну, да, это как бы у нас уже по умолчанию немножко я ошиблась. Я имею в виду вот в конкуренции Динары и Ани Гурбановой. Да, да, да. Да, а вот на этом турнире вышло так, что в трех финалах оказалась Анна Гурбанова. Динару мы увидим только с лентой. Вообще приятно, что Азербайджан взял в командной борьбе бронзу на чемпионате мира. Это прогресс страны и прогресс, конечно, уровня этих гимнасток. Что Алия Гараева, что Аня Гурбанова, что Динара Гематова, они вот каждая по себе, это одна из основных соперниц турнира. То есть все на них уже смотрят, как на соперников. А раньше, когда Азербайджан приезжал на какие-то либо турниры, смотрели, ну да, просто рядовые гимнастки. То есть уровень растет, и за это нужно сказать спасибо, конечно, еще и руководству в этой стране, то есть выделение финансов и так далее. Ведь если растение не поливать, оно растение никогда не будет. Да, действительно, к гимнасткам там относятся как к красивым растениям, такое внимание, такое количество воды для отполивания. Дважды уже устраивал Азербайджан крупнейшие международные соревнования в пятом году чемпионат мира. Чуть-чуть не устояло на равновесие в этом году чемпионат Европы. В общем, поддерживает своих гимнасток и таким вот способом. Ну, не совсем чисто выступили, конечно. Были какие-то недочеты, маленькие ошибочки. Ну, то равновесие, на котором она пошатнулась. Ну, конечно, был повод сделать такую ошибку. На полупальце перевод ноги. То есть, видимо, спешила, да, и как-то так ее занесло немножко. Ну, да. Но, с другой стороны, можно сказать, если берешь, так делай. Ну, это совсем, если жестко. Ну, а с другой стороны, можно вспомнить, что это такой вот турнир, где надо все ненадежные элементы проверять. В былые времена выступали здесь и групповые упражнения. Может быть, тоже не в таком уж обильном количестве. Но все-таки какая-никакая конкуренция была. А сейчас всего лишь, сколько у нас получается? Две спорные, да, если не считать команду Берлина. Городскую команду. И выступают они с показательными выступлениями. Самый ужасный момент. Сидишь и ждешь, и не знаешь, что тебя поставят. А надо уже бежать. Что ж так долго-то? Ну, и последнее выступление у нас со скакалкой. В исполнении Натальи Кбинко. Как мы не насмотрелись, мы достаточно на эту гимнастку на чемпионате мира. Из-за травмы ей пришлось сняться с турнира. Вот. Таким образом можем это компенсировать. Да, очень странная была травма у Наташи на чемпионате мира. Как говорится, ни с того, ни с сего. Просто схватила коленкой, и она ничего не могла делать. Но, видимо, травма не настолько опасная, раз спустя уже где-то две недели она выступает. И очень хорошо, даже без наколенника. Не замотана, там просто, видимо, отпечаток от... А, нет, немножко есть, да. Но бывает иногда, если много компрессов делаешь на одно и то же место, то вот такой просто отбеливается нога. Я это знаю просто по себе. Но она очень уверенно и прыгает, и делает элементы. На чемпионате мира это было видно, что и так больно, что ввязал, просто переживал за нее, как бы она не упала. Такая задорная композиция, в очень хорошем темпе, с обилием прыжков, что в скакалке требуется. В таком настоящем стиле Наталья Куденко. Ну вот, конечно, видно было на повторе падение с поворота. Но прыжки, конечно, у нее не отнять. Прыгает, конечно, прям. Так быстро, да, и форму показывает, и все. И так легко. Кажется, что может прыгать и прыгать дальше сколько угодно. Всего лишь 34-е место получилось вот вследствие этой травмы на чемпионате мира у Наташи Куденко. Не выступала она даже в абсолютном первенстве. Уступала ее коллега по команде Ирина Ковальчук. Но, слава богу, к радости украинской сборной, украинских болельщиков. Заработали они две путевки на чемпионат на Олимпийские игры. И сейчас Наташа, как, в общем, второй номер сборной, готовится к этим соревнованиям. Оценка не очень высокая. Шестое место, конечно, там все очень плотно. Результаты один от другого отличаются на несколько тысячных порой. Но, тем не менее. И вот, как это в итоге выглядит. Ирия Гараева, третье место. В первом номере мы сразу разобрались.